Здравствуйте! В эфире программа «Свое дело». В каждом выпуске мы рассказываем о том, как открыть бизнес на территории Самарской области и при этом получить поддержку от государства. Деда Морозом Совсем скоро этот хоровод они будут водить возле нарядной елки, а пока воспитатели помогают им выучить новые песни и подготовить праздничный танец. В Центре досуга и развития совсем недавно открылась группа частного детского сада. Для руководителя Центра Нелли Болдревой это опыт совершенно новый. И нужно сказать, что вполне успешный, потому что мест в детских дошкольных учреждениях до сих пор не хватает. У нас в городе именно вот эта необходимость чувствуется и особенно вот необходимость создания групп частного детского сада, потому что такого рода деятельности у нас в городе нет. А родители, есть родители, которым необходимо, чтобы в группе было малое количество детей, чтобы с ними занимались различные специалисты, чтобы был медицинский осмотр. Ну и многое другое, что нас отличает от муниципальных детских садов. Все начиналось с бизнес-идеи. Нелли Болдрева имеет два высших образования. Логопед – дефектолог со стажем. Полтора года назад она решилась открыть частный кабинет и начать работу по оказанию услуг населению. Однако на этом все не закончилось. Кабинет превратился в настоящий центр детского досуга и развития, где стали проходить занятия в разных направлениях. Сформировался коллектив и образовательная программа. В нее вошли занятия индивидуальные и групповые – арт-терапия, логаритмика и современная хореография. Во многом все это получилось благодаря помощи специалистов структуры поддержки малого бизнеса Самарской области. Мы подали заявку в Центр занятости, потому что там узнали о том, что субсидируют вот такие бизнес-идеи. Потом, после субсидирования бизнес-идеи в Центре занятости, мы подали заявку на грант. Мы его выиграли от Министерства экономики и развития. И потом уже мы собственными силами стали развиваться. Вы знаете, у нас за этот год, помимо того, что мы расширились в плане, ну как сказать, есть количественные показатели, а есть еще и качественные показатели. Мы за этот год стали победителями конкурса «Лучший предприниматель года» Самарской губернии. Нас наградили грамотой, благодарностью от вице-губернатора. Мы привезли медаль, ездили в Казань, нас наградили медалью за развитие социального бизнеса. Мы были единственные из 68 регионов, которые представляли вот на межрегиональном конгрессе в Казани вот такой вид деятельности. Сегодня в центре занимается больше 150 детей, а коллектив вырос с трех до десяти специалистов. Каждый знает свое дело. Занимается с ребятами в группах от одного года и до семи лет. Здесь очень приятная, дружественная, веселая атмосфера. Все родители довольны, дети ходят с удовольствием, все занимаются, у всех виден результат. То есть вот как ребенок пришел изначально, и как сейчас уже видно, что там начинает разговаривать, речь более такая становится четкая. Мы с ними занимаемся и математикой, и порчеством, и логопедические занятия проходят, и хореография. То есть у нас обширные занятия, мы охватываем весь спектр услуг. В группах кратковременного пребывания чаще всего занимаются вместе с родителями. Это дает хорошую возможность взрослым отстраниться от ежедневных забот и уделить больше времени своему ребенку. Также есть возможность оставить малыша на несколько часов в группе для самостоятельных занятий. Это позволит ему быстрее адаптироваться к посещению муниципального детского сада. Мы ходим в группу кратковременного пребывания, нам очень нравится. И очень отрадно, что в нашем городе появился такой центр. Мы считаем, что именно наша данная группа, она подготавливает детей к детскому саду, адаптирует их. И ребенок идет с восторгом просто туда, где хорошо, дети всегда идут. Мы вот ходим как раз недавно, с 1 декабря, но такое впечатление, и педагоги говорят, и мой ребенок уже многое умеет. Я вижу, что она показывает мне дома занятия. То есть такое впечатление, что мы ходим уже очень давно, нравится. Ребята постарше ходят в группу полнодневного пребывания. Здесь их готовят к школе. Основное внимание уделяют речевому развитию и поддержанию детского иммунитета. Мы с ними полный рабочий день. То есть родители их приводят с утра, уходят на работу. Затем у нас, значит, проходит зарядка. Потом у нас завтрак. Перед этим встречает их наш врач-медик. Осматривает их внешний вид, горлышко смотрит. Все детки у нас здоровые, ходят они практически в полном составе, не пропускает никто. Потом у нас тихий час, после этого у нас закаливание. Сначала мы даем шиповниковый сиропчик, потом у них есть витаминочки, затем у них проходит вот солевая. Для того, чтобы они ходили у нас в полном составе, чтобы дети у нас были здоровы, чтобы они у нас не пропускали, и чтобы они на елке у нас все поучаствовали. Нелли Болгарева продолжает вести индивидуальные занятия с детьми, а в свободное время занимается развитием центра. Совсем скоро она откроет еще одно помещение в городе, где будут набраны танцевальные классы для детей подросткового возраста и новые группы кратковременного пребывания. Добрый вечер, дамы и господа, и сегодня я хотел бы рассказать вам о нанотехнологиях. Для каждого из нас приставка нано ассоциируется как минимум с чем-то непонятным. Так давайте же разберемся в этом недоумении. В Самаре прошло одно из самых популярных научных шоу нашего города – Science Slam Samara. Это новый формат встречи молодых ученых, когда они представляют свои проекты в свободной обстановке, стоя на сцене перед целой аудиторией. Никаких скучных докладов и сложных терминов, только яркие и захватывающие презентации. Это очень интересное мероприятие, о котором я слышал очень хорошего знакомого, который не раз здесь драковал. Они отвоевывают свою нишу в жизни нашей, в современной жизни. И есть у них, естественно, этот путь тернистый, как и любой другой. Дается с трудом, и возникают какие-то проблемы. И мы решаем эти проблемы. Есть стимулы просто. Всего 10 минут отводятся каждому слаймеру на то, чтобы доступно объяснить суть своей научной работы целой публике. Зрители выбирают лучшего аплодисментами, а уровень их замеряет специальный прибор – шумометр. Большую поддержку в организации популярного шоу оказывает Министерство экономического развития Самарской области, а также Региональный центр инноваций. Все это служит в популяризации науки и интеллектуального отдыха среди молодежи. Формат зародился в Германии более пяти лет назад. В Россию пришел около трех лет назад. Первые слэмы проходили в Санкт-Петербурге, в Москве. Сейчас Science Slam – это более чем 20 городов в России. И в этом году уже создана ассоциация Science Slam Россия, которая объединила организаторов из более чем 20 городов. Среди участников шоу спикер из Казани, аспирантка лаборатории молекулярной биологии Казанского института биохимии и биофизики с интересным проектом «Тайная жизнь растений». Мы занимаемся лепоксигеназным каскадом растений. Это сигнальная система, она помогает растениям общаться друг с другом, передавать различные сигналы. И вещества, которые образуются в результате лепоксигеназного каскада, очень важны для растений. Мне показалось это очень интересно, потому что уметь рассказывать о сложном росте, но это очень важно, потому что рассказать каким-то термином – это крайне просто. Рассказать им не простым языком, а донести это до простых людей, которые в этом посвящены, в этом, мне кажется, нужно попотеть. По статистике молодые ученые приходят в проект, чтобы доказать в первую очередь самим себе, что они могут выступить перед целой аудиторией и представить достойно свой проект. Так они получают уверенность в себе, известность, а вместе с ней и возможность поддержки и развития своих идей. 16 декабря в Самаре пройдет круглый стол для торговых организаций оптового и розничного звена, занимающихся реализацией пивоваренной продукции. Организатор встречи – Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. К участию приглашены представители Рослакогольрегулирования, органов исполнительной власти Самарской области, общественных организаций, а также участники и эксперты пивного рынка. Телефон контакта 8-917-954-83-13. 16 декабря в Самаре пройдет семинар на тему новеллы гражданского законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Организатор мероприятия – Фонд региональный центр развития предпринимательства Самарской области. К участию приглашаются все желающие. Для представителей бизнеса оно на безвозмездной основе. Регистрация обязательно по телефону 8-987-907-79-17.